Здравствуйте, уважаемые студенты! Предлагаемый вам для изучения дистанционный курс под названием «Основы финансового инструментария» обусловлен необходимостью более академичного ознакомления студентов, а также преподавателей и всех желающих с перечнем и применением инструментов финансовой направленности в практике экономических отношений. В наиболее общем виде под финансовым инструментом понимается любой документ, ну, например, контракт, договор, ценная бумага, электронные документы и тому подобное, по которому происходит или должно произойти одновременное увеличение финансовых активов одного субъекта рынка и финансовых обязательств другого субъекта рынка. Другими словами, это документ, посредством которого удостоверяется, что деньги или иные ценности переходят от одних субъектов рынка к другим. К таким документам традиционно относят акции, облигации, векселя, чеки и так называемые производные от них ценные бумаги. Их в общем называют деривативы. Однако, с момента практической невозможности исполнения золотом функций денег и отказа от золота как мировых денег, а также последующей договоренности, обратите внимание, именно договоренности о том, что золото стал заменять доллар Соединенных Штатов Америки, а это произошло в конце 70-х годов 20-го века. И с начала 21-го века евро стал также выполнять такие же функции. Произошла удивительная метаморфоза, то есть преобразование. Большинство национальных денежных знаков превратились в финансовые инструменты. Ну, например, кроме доллара США, евро и еще пары-тройки валют некоторых промышленно развитых стран. Речь идет вот о чем. Свободный обмен, то есть конвертация, национальных денежных знаков на валюту другой страны обуславливает, что национальные деньги становятся финансовыми инструментами по отношению к валюте другой страны. А также и наоборот, валюты других стран выступают финансовыми инструментами по отношению к национальным деньгам. Какая валюта выступает финансовым инструментом, а какая деньгами, зависит от конкретной экономической или финансовой трансакции. К этому следует еще добавить. Сейчас в мире насчитывается примерно 200 государств, в каждом из которых утверждены законами этих государств и действуют свои собственные денежные знаки. Таким образом, в мире около 200 официальных государственных валют. Вместе с тем, в мире существуют деньги, которые не являются официальными денежными знаками какой-либо конкретной страны. Такие деньги называют альтернативными или дополнительными. Других, так называемых дополнительных денег в мире, по разным оценкам, насчитывается от 3 до 5 тысяч форм. Сопоставьте. Всего 200 официальных государственных форм денег и тысячи негосударственных, самовозникших и постоянно самовозникающих форм денег. Впервые в нашем учебном материале рассматриваются вопросы возникновения и функционирования альтернативных, то есть негосударственных форм денег. В настоящее время бытует общее мнение, что не надо отдельно тратить учебное время на изучение особенностей функционирования различных форм официальных денежных знаков, различных форм и видов ценных бумаг и их производных. Считается, что достаточно о них упоминать в виде определений при изучении и функционировании обращения их и их применения. Также существует мнение, что когда речь идет о деньгах, то всем понятно, что такое деньги. Но по состоянию на начало 21 века мир финансового инструментария кардинально изменился. По сравнению с серединой 20 века, сегодня в мире, как уже отмечалось, существует около 200 государственных официальных валют и в то же время неофициальных, негосударственных денег, например, таких как частных, региональных, электронных. На сегодня в мире по разным подсчетам от 3 до 5 тысяч форм и видов. Именно тысяч, а не сотен. Именно о деньгах официальных и впервые в учебной литературе о деньгах неофициальных, особенно электронных, речь идет в нашем дистанционном курсе основы финансового инструментария. Еще раз подчеркиваю, рассмотрение и характеристика неофициальных валют в учебной литературе предоставляется впервые. На текущий момент необходимо ознакомиться с альтернативными негосударственными валютами и это является требованием времени. Особенно важно, что дистанционный курс обращает внимание на использование новых форм денег, применяемых в современном интернет-пространстве. Направление изучения интернет-денег является весьма важным для становления цивилизованного современного молодого человека. Особенность учебного контента основы финансового инструментария в том, что в нем в первую очередь предоставлен материал о становлении и историческом развитии наиболее известного арсенала финансовых инструментов, а уже во вторую очередь их функционирование. Такой подход обусловлен тем, что применение и функционирование инструментов финансовых операций будет рассматриваться во многих последующих специальных предметах, как бакалавраторы, так и при подготовке магистров. А вот об общей картине финансового инструментария в пределах каждого отдельного будущего предмета речь идти уже не будет. В завершение советую студентам и всем желающим, у которых нет доступа к дистанционному курсу, и особенно для тех, кто имеет доступ к нему, ознакомиться с одноименным учебником, который называется «Основой финансового инструментария», и который легко находится в интернете, если в поисковой системе набрать название учебника и мою фамилию. С уважением. Ваш преподаватель Зайцев Александр Васильевич, доцент кафедры финансов и кредита Сумского государственного университета. Город Сумы. Государство Украина.